Здравствуйте! Арсений Селезнил Зверовой. Значит наблюдался сильный расклёв. Вот там цыплёнок стоит на жердочке. Видно, что у него со стороны зоба расклёвано. В общем пятерых пришлось отсаживать. Это на третий день после того, как я переселил сюда из маленькой клетки. А вон там, вон там видно. Попробую показать. Цыплёнок стоит. Всё повернул с другой стороны. В общем как минимум пятерых пришлось отсаживать. Очень сильный расклёв начался. Вот у белого тоже хвост был сильно расклёван. И я решил сразу же, как только отсадил, решил дать... Нужно чем-то занять цыплят. Они всё время что-то ищут и изучают мир. Я решил им дать мешанки той, которую обычно кормлю кур. Вот такой вот посудине. Она очень удобная. Это под сосисок. Мусор у нас вывозят редко, поэтому я не выбросил и получилось, что очень хорошо. Вон, кстати, он расклёл. Как только дал мешанку в этой посуде. Они, кстати, почему-то лучше едят, чем с большой такой вот посудиной. Как-то им удобнее. Сразу прекратилось это. Так что я буду продолжать давать в такой вот посудине. Корыца в таком. Он, он, он расклёвывает. Стоит и расклёвывает. Ну, они уже стали активней. То просто стоят, их клюют, а они стоят, смотрят и сами себя тоже начинают клевать в это же место. Ну, короче, полный алис. Теперь они уже немножко привыкли. Если их начинают клевать, они просто отходят в сторону, не кричат, а происходит какое-то движение. И сейчас я хочу ещё дополнительно, чтобы они дополнительно изучали мир, чтобы как-то не... Сейчас у них уже лапки не проваливаются туда, в сетку. Они уже все попривыкали. Пересажу им квочку. Всё равно квочку надо пересаживать в клетку. Вот одевать. Но спина, спина грязная. Вытирает своей мокрой спиной. Белая спиной трет. Вот там, видно, некоторые сидят. Вот там. Так что надо постоянно какие-то задачи ставить. Цыплята интересные получились. Вот там крупные, белые. Белые у меня всегда почему-то крупные. Крупные ноги такие, почти в два раза, чем у некоторых. Вышли размер, размер пальцев. Ну, в общем, что я могу сказать. Это не от скученности. Расклёв происходит не от скученности. Хоть мне там и писали. Сидели они в ящике в притирку. Вообще расклёва не было. Вообще. Вот, кстати, последний кого я отсаживал. Вот этот грязный цыплёнок. Это, наверное, упался в мешанке. Скорее всего. Упал в мешанку и начал там плавать. Уже зажило. Так что, я думаю, что все будет нормально. Обвыклись уже. Вон он. Вон. Самого клюнули. Идёт сзади, с хвоста. Клёвый. Арсений селезнион зверобой. Даю мешанку. Это как-то отвлекает в двух посудинах. Нужно с двух сторон. Клетка большая. Они любят с той стороны садиться. В одну маленькую посудину и в большую. В маленькой едят хорошо. Но её переворачивают, когда она пустая. А большая полностью не доедает. Так как она глубокая. Подписывайтесь на канал Арсений Селезнион зверобой. Следите за вашими цыплятами. Отсаживайте минимум на два часа тех, у кого начала течь кровь. Вот такая пирамидка. Сверху на двух решил встать, запрыгнуть. Ну и давайте им какие-то развлечения. Или гастрономические или ещё какие-то качельки там вставьте. Были у меня качельки для цыплят. Я не стал в этой клетке повторять. Предыдущие были. В общем, всякое разное. Как для домашних попугаев в клетках. Зеркальца, качельки, ещё что-то такое. Лесенки всевозможные. Чтобы они двигались. Чтобы они не оставались на месте. Подписывайтесь на канал Арсений Селезнион зверобой. Следите за вашими цыплятами, чтобы не было расклёва. Предотвращайте хотя бы первое время. Пока!